545 TV представляет Доброе утро, вселенная 545 TV! С вами снова Субботний Утренний Бросок, и я, Олег Манов. Это время возвращения в школу. Причем вернемся туда не только мы с вами, но и прихватим вместе наших любимых суперзвезд WWE. Также эксклюзивный матч, в котором будет участвовать мексиканская сенсация по имени Син Хара. Ну и, конечно же, Дэмион Сэнду, интеллектуальный спаситель МАС, расскажет нам о своих любимых временах года, ну и, конечно, о многом другом. Постарайтесь прислушаться к его словам, ведь именно он сегодня в рубрике «В центре внимания». Разрешите мне отвлечь вас на минутку? Изящество, стиль, элегантность... Он джентльмен! Будущее Дэмион Сэнду кажется очень ярким. Я ставлю моей целью... Помощь вам! Его цель — наставить запутавшихся на пусть истины. Вы все страдаете от ужасного недуга! Это очень умный, образованный рестлер. И этот недуг... Безграмотность! Вы смотрите на новую суперзвезду, на человека, чья судьба стать великим. Меня зовут Дэмион Сэнду, и я здесь, чтобы помочь всем вам. Спасибо. Спасибо, мистер Сэнду. Всегда пожалуйста. Добрый день. Я Дэмион Сэнду. Добро пожаловать на рубрику «Словарь Дэмиона». В честь того, что вы трогладите вернули в школу, я с чел мудрым обучить вас словам, которые смогут наставить вас на путь знаний. Давайте мы начнем. Первое слово на сегодня... Матрикулейт. Что означает «начинать, вступать, зачисляться или входить». Давайте посмотрим на это слово. Когда я вступил в W-W-E, все суперзвезды W-W-E начали вешать свои ботинки на гвозди и будут продолжать. Следующее слово — «софморик». Это слово означает «детский, подростковый несовершеннолетний». Давайте взглянем на это слово. В то время, как весь ростер W-W-E ведет себя именно так, я Дэмиэн Сэндово, таким не являюсь. Следующее слово — «веледикториан». Оно означает «студента-выпускника, произносящего прощальную речь». Давайте взглянем на это слово. Я произносил эту речь, выпускаясь из начальной школы, средней школы, школы грамматики, высшего учебного заведения и колледжа. И вы должны тоже это сделать. Продолжение следа. Ну что ж, кажется, сообщение Сэнду пока не дошло до всей вселенной W-W-E. Но знаете, факт тот, что вы образованы, еще не значит, что вы умный. Чтобы доказать это, давайте обратимся к нашему видеоархиву. Бобби Хейнан по прозвищу «Моск». Сын провозглашенный и умнейший человек в WWE. Он был настолько умер, что убегал, когда бой складывался не в его пользу. Да, вы слышали кричалки со словом «Висл». Он действительно любил переносить все дела на следующий день. Другой скандальный персонаж, владая большим мозгом, всегда был посмешищем, но при этом всегда был высокомерен. Гений. Вы смотрите на самого умного человека. Да, вот такой вот гений. На самом деле он скорее был неучим, чем интеллектуалом. Но как же можно забыть Дина Дагласа, представителя дисциплины? Спасибо. За свою небольшую карьеру он был суперзвездой WWE, которая хотела преподать всем урок. Но нельзя сказать, что у Дагласа часто получалось это сделать. По крайней мере, вселенная WWE это никак не ценила. Ну и наконец, кто может быть интеллектуальным примером для подражания по имени Мэтт Страйкер? И я буду вашим учителем. Эта суперзвезда была всегда строга вселенной WWE. Но Мэтт Страйкер принял одно очень умное решение. Он сменил учительский стол на комментаторский стол. И теперь у Мэтта есть возможность давать свои проницательные и уникальные комментарии на различных шоу WWE. Ну что, вселенная 545 ТВ? Вновь пришло время для рубрики «Третий класс», где вы, наши зрители, задают суперзвездам и дивам WWE самые волнующие их вопросы. Эта неделя мы возвращаемся в школу. Так что зададим вопрос такой. Какой ваш любимый предмет был в школе? Давайте посмотрим, каковы были ответы. Какой был мой любимый предмет в школе? Это точно была не математика. Я прочел сотни книг по этой дисциплине и получил в итоге пять с двумя плюсами. Это была американская история. Наверное, все-таки чтение. Моим коронным предметом в школе был, наверное, английский язык. Все предметы. Я мисс. Всегда учился в школе так, что родители постоянно меня хвалили. Моим любимым предметом в школе была математика. Вы, бро, даже не представляете, какие числа я могу почитать в уме. А еще я любил походить в трансжерный зал. Ведь там ты можешь сделать все, что угодно. И мне это нравилось. Физкультура. Я был королем игре в мяч. Моим любимым предметом в школе была всегда наука. Я помню, как мы с ребятами делали проекты по этому предмету. Помню, как в течение пяти лет я лепил какую-то планету из глины. Если вы захотите меня проверить по моему предмету, просто дайте знак. Я всегда представлял себя самым умным человеком на Земле. Ну, а прямо сейчас Синкара, в переводе Безликий. Попробуй разлетелись к облакам и при этом оставить своего соперника Майкла МакГиллакати на Земле. Оставайтесь с нами. Я был бульден всю свою жизнь. Я всегда делал фунт, потому что он был маленький, маленький и бах. Продолжение в моей голове, музыка я слушаю. Работа и дружу. Работа и смотрю. И я была Дangerous Fan-координат в спорт, поэтому это не могло. Я был подсоценивать все в книге, но я не могла петь. Я не могу сказать, что вы не можете сказать, вы знаете. Они называют меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, доброе времени суток А мы встречаем нашу Синкару, мексиканскую сенсацию Сегодня он, как и в принципе, до недавнего времени в красном А его объявленный рост 170 см и вес 89 кг На этот раз, я думаю, мы не будем всем большими, страшными великанами, как на прошлом выпуске А будем более приземленными Вот, я не знаю, меня сегодня очень сильно затрагивает тема по поводу раздеваний мужчин Из-за моего одного знакомого, ну как знакомого Я его знаю, он мне не очень В общем, не важно А сейчас мы встречаем Майкла Магиликати А его объявленный вес 103 кг и рост 190 см Но он немножко, я думаю, будет побольше Синкар, ну в общем, это и не важно Я задаюсь вопросом Кстати, у меня отбирают работу анонсерсы Они все говорят, говорят про бойцов А мне что в это время делать, я на самом деле не знаю Хотя, я очень долго думал и нашел ответ на этот вопрос Мне нужно просто получать удовольствие от выходов этих рестлеров Злой и рычащий Магиликати Ползает на коленях и говорит, что он хочет быть карликом Не важно Давай уже, раздевайся И перейдем непосредственно к бою Ну Вот Дан Гонг Дарнило И что будет Да, я так и знал Мне это действие на ринге очень сильно напоминает Все, что вы здесь смотрели Пауэрэнджеров, да, там Мегазорды всякие Вот, сцепились ребята, были и не дали мне это рассказать Ну да ладно Синкара хочет Оторвать ему голову Но это не помогает, потому что Нужно действенно работать Который Магиликати И не давать ему Чесать свои ключицы И показывает нам мускулы Вот Вы посмотрите, приглядитесь Если еще одеть очки Темные На Геликати Нацепить на него Цепи Золотые И Раскрасить его Краской Он очень будет похож на такого Человека, который очень сильно любит раздеваться На Рико Росо Я думаю, будет интересно посмотреть, как Проведет Магиликати Ключевой блок И постарается удержать на Ринге Таким непонятным Веселым способом Ну нет, понятное дело, что нет Получается подмышки И отправляется Полежать Зарин Нет, ему дали время полежать Отдохнуть А Магиликати не хочет Он хочет Идти Обратно забираться И ничего не получать У Синкары Правильно А зачем? Зачем получать Когда можно Поставить в сторонке Покривать рот На зрителей На кого-то еще Привет, ребята Это Суперзвезда ДВС Когда я на ринге И вселенная ДВС На меня смотрит Я всегда думаю только о бизнесе Если быть точным Это очень серьезный бизнес И потенциально очень опасный Перед тем, как я стал Суперзвездой ДВС Я потратил годы Практикуя свои навыки Чтобы развлечь в итоге вас Так что, пожалуйста Не рискуйте собой Имитируйте мои движения Дома В школе И это будет самый простой способ Завоевать мое уважение И мы возвращаемся Обратно на наш ринг На наши действия И видим, как Маггиликати запирает Ну, уже не запирает Синкару Болевой Он уже скорее получает, чем запирает Какой хороший бросочек Да, давно нам этого не хватало Ну, как не хватало На самом деле, очень много хватало И снова И снова Обнимашки Кстати, давно Давненько не виделись Эти два дорогих друга Вот поэтому У них Такие Хватательные Действия идут Майко Маггиликати, если вы заметили Он даже улыбнулся После того, как обнимал Синкару Они друзья Но Дружба не помогает Маггиликати удержать Синкару Действительно Вы думаете, что они Такие злые Что они Друг против друга что-то имеют Нет, конечно, нет А вот он Дружественный Удар Я очень Немножко Не увидел Руками, наверное В общем, какого бы это ни был удар Я уверен, что он был От чистого сердца От чистого Сердца Майко Маггиликати Вот только не надо Сейчас Пробовать Снимать маску Ибо Давить на нее Потому что Мы все знаем, что это Пререгатива Нашего Коди Роуса Нет, не прошло Сувач Или прошло Раз, два Нет Все-таки не прошло Ну, двухсмысленно не прошло А сейчас Нам показали Как действуют Приемы Майкла Маггиликати На наших дорогих Маленьких Слушателей Когда все Хватаются за голову Боже мой Что случилось? А я вам отвечу Включился Дропкик И вот такой вот Чуплекс Мало кто знает Но Цвет Синкари Ставят Вот это вот Немного освещения Другое Из-за того Что он Приехал С Мексики С Мексики Давайте Давайте Вместе Поможем Синкари Выбраться Синкара Вперед Нет Я вижу Мой голос Скорее Его унетает И Хочет А вот Будет Бомба Нет не будет Будет Кувырок Через локоть От Синкары И выброс Майкла Магиликати Не нужно Не нужно Так постоянно На себя Все Какая хурикин рана Не нужно Еще раз повторяю Думать Что ты Инк лучше Все Потому что Ты отправишься За ринг Из-за этого Суисайд Ну нет Да Хотел Синкара Только что Удержать его Но понял Что это Все таки Немножко не тот Тип матча Нужно Возвращать Давайте Я жду Я жду Хороший Суб Утренням Субботний Бросок Ну Пускай будет Бросок От Синкары Удержание Раз-два Нет Все таки Нет Даже судья Немножко пешил От этого Как так Как так Мы все думали Что все будет хорошо А все на самом деле Будет Вот Короны Супер Мега Прием Синкары С помощью которого Он Становится Победителем Этого матча Да Мы все Рады Вот честное слово Я хочу Отправиться Через Сутки В школу И Порадоваться Да Радуйтесь Через Синкара Я Вот Сейчас От этими движениями Мне он Очень сильно Напомнил Я не пойму Либо Человека-паука Либо Пикачу Но На самом деле Похож Человек Какой симбиоз Он такой же Молниеносный Как и Пикачу И прыгучий Как Человек-паук Вот мы видим Повторы Вот этот вот Молниеносный Удар С почти Прошедшим Удержанием Вот он Кроссбади С третьего Каната И наконец-то То Что помогло Синкаре Победить Поздравляем Поздравляем Этого Красного Викинга Красного Летучего Человека Спасибо Никите Ну а я снова с вами На продолжение Сетердый Морнин Слэма Как вы знаете В ВДПИ не поддерживают Одну категорию граждан Хулиганов Мы стараемся проводить Собрание в рамках проекта Во всех городах Америки Сегодня в рамках проекта Био Стар Мы приехали в Барнел Пак Мы здесь сегодня В средней школе Здесь замечательная атмосфера Сегодня Здесь сотни детей То, что суперзвезды В ДПИ несут Такое сообщение Это очень важно для нас Все суперзвезды Компании Собираются вместе Чтобы проявить Толератность и уложение Сегодня мы пойдем домой С мыслями в голове Что нужно уважать каждого Будь звездой Сегодня мы празднуем Первый день рождения Альянса Будь звездой Красная дорожка уже началась Мне предложили Поучаствовать в этом проекте И честно говоря Для меня это большая честь Ну-ка давайте Дружно покричим Мне нравится эта программа Не будь хулиганом Будь звездой Это позволяет очень легко Помочь людям И это просто прекрасно Это очень важно Не только для меня Для моего сына Который является Большим фанатом Triple H Я больше люблю Брохолест Я сам рос Большим фанатом Рестлинга И для меня Участие в этой программе Очень большая честь WWE WWE Занимается Тем, чтобы развлекать людей И знаете Здесь очень приятно Находиться На следующей неделе WWE WWE Отправляются по миру И первая остановка Южная Африка И персональный гид По Южной Африке Конечно же Джастин Гэбриэл Готовьте свои чемоданы Ведь Мы увидим Специальную международную версию Saturday Morning Slam Но перед тем Как мы попрощаемся Мистер Сэнду Научит нас Еще одному слову Перед тем Как мы Скажем До свидания В школе Еще на неделю Наше последнее слово На сегодня Curriculum Это означает Клан обучения В школе Или колледже Давайте попробуем Использовать это слово Вы бы Научились гораздо Большему В школе Если бы учебный план Составлял я Дэмиан Сэнду Наше время подошло к концу До следующего раза Дэмиан Сэнду Желаю вам Успешного учебного года В школе Всегда пожалуйста Ну вот и все Вселенная 545 ТВ Наше время подошло к концу Но приходите к нам На следующей неделе У нас всегда интересно С вами работали Олег Манелл И Никита Глебов До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова